В принципе, здесь показаны работы, много работ с видами Одессы. Это неудивительно, потому что Аркадий Русин, это одессит в пятом поколении, очень гордился этим, всеми своими предками, и гордился своим городом, очень любил этот город. И впоследствии, когда он закончил уже после училища имени Грекова, когда он окончил институт Репина в Санкт-Петербурге, он все равно вернулся в Одессу. Он себе не представлял жизнь без Одессы. Так что здесь представлены работы, которые написаны, пейзажи одесские, которые написаны в разное время его жизни, в разные периоды. Маленькие пейзажи, это 47-й год, это фактически он окончил училище, поступил. Академия художества, которая тогда называлась институт имени Репина. Есть работы, которые просто вот распевают Одессу. Вот оперный театр здесь представлен двумя работами, Фонари и Одесская мельпомена. И также у него была серия в 70-е годы. Одесса-Варна, города-побратимы. После посещения Варны он задумал такую серию. Ну, вот две работы здесь представлены, это в Варна. Работы здесь показаны те, которые у нас сохранились в семье. В принципе, нельзя сказать, что очень большое наследие осталось. Он был такой достаточно активный, творческий, но он был и щедрый человек. И он очень много и раздавал, и дарил, и продавал, и все, что угодно. Поэтому работа так ограничена осталась, но мы их всех любим. Сейчас я хочу просто рассказать, чем он жил. Он закончил батальную мастерскую Френца в институте Репина. Баталист. У него дипломной работой была картина с зятьем Суворовой Измаила. И это очень серьезная была работа, естественно, как любая дипломная работа. Она хранится в музее Академии художеств. Но были варианты к этой работе. И один из вариантов находится в музее, в историческом музее Суворова в Измаиле. Он ее туда подарил. И там еще представлены эскизы к этой работе. Потому что было очень много, очень много у него набросков, эскизов. Вот представлен здесь один такой эскиз военный. Там вот маленькая такая картинка. Это один из эскизов в дипломной работе, который сохранился. Но в музее, в Измаилском музее, где-то эскиза три я видела. Я там по работе была, когда ездила в Измаил-музей и в командировку. И видела эти работы. Так что... И в дальнейшем он писал много работ на исторические темы. Батальные произведения у него были. Очень интересная у него серия работ «Наши великие предки». Она показывает полководцев, великих полководцев. Начиная с Александра Невского, с Дмитрия Донского. И эти работы тоже он писал не просто так. Он подходил очень серьезно к подбору материалов. У него были и эскизы, и исторические справки. И вот, в общем, он писал Александра Невского. Он там уже продумал, что надо изобразить его. В тот момент, когда он направляется в плен, он знал, что у него он обречен. И это видно на этом произведении. То есть, он постоянно писал тематические картины. А здесь мы решили показать такую вот камерную выставку. Показать его как живописца.